Здравствуйте! В эфире новости Дагестана на ННТ в студии Махач Курбанов. Расскажем вам о последних событиях. Символ государства и символ республики сегодня встретились. Флаг нашей страны в День России украсил склон Бархана-Сарыкум. К празднику по инициативе регионального штаба ОНФ была проведена акция «Наш флаг». В этот раз триколор, кстати, самый большой на Северном Кавказе, установили над территорией знакового природного памятника и туристического объекта. Наша съемочная бригада следила за развитием событий. Хадижа Курбанова продолжит. Песченый Бархан-Сарыкум – уникальный заповедник Евразии. Группа активистов поднимается километр ввысь на гору, чтобы раскрыть там триколор ко Дню России. Государственный флаг площадью в тысячу квадратных метров на Бархане-Сарыкум раскрыли более ста волонтеров. Все они инициативу регионального штаба ОНФ восприняли с энтузиазмом. Ребят не испугала ни знойная погода на Бархане, ни ветер, который встретил гостей заповедника. Эти даты важно отмечать, потому что каждый раз у нас идет обновление поколения. Если мы не будем отмечать такие праздники, не будем проявлять патриотические какие-то качества, то тогда будущего у нас не будет, так как без истории нет будущего. Это для нас большая радость принять участие. Мы проводим такую акцию, решили именно подняться на такую гору, потому что самый большой флаг на сегодняшний день на Северном Кавказе. И команда молодежи КВНФ принимает таких больших участвований. День России – один из самых молодых государственных праздников в стране. Обойти стороной памятную дату организаторы патриотической акции не смогли. На фоне государственного символа также был исполнен гимн страны. Славься, страна! Мы гордимся тобой! Ни одна зараза, коронавирус ли, любой другой враг. Когда мы объединяемся в одну великую, интернациональную, патриотическую, мощную семью, мы тогда говорим – вот она, Россия, вот он, Дагестан. Отметим, что инициатива регионального отделения ОНФ в Республике Дагестан вошла в пятерку лучших мероприятий, проводимых Общероссийским народным фронтом ко Дню России. Хадижа Курбанова, Мусасова Гиреев, телеканал ННТ, Кунтеркалинский район. В этом году историческим событием, которые стали поводом для учреждения Дня России, исполняется ровно 30 лет. 12 июня 1990 года народные депутаты приняли декларацию о государственном суверенитете России. Долгое время россияне отмечали эту дату как День независимости. Но в 1998 году президент Борис Ельцин предложил переименовать праздник, назвав его День России. Мы решили провести небольшой социологический опрос. Знают ли дагестанцы, что сегодня празднует страна? Вопрос спрашивал население, знают ли они, какой сегодня день? День России, Конституции. А знаете, с каким событием связан? Конечно. А с каким? Россия поведенная. День России. А с каким событием связан в курсе? Честно говоря, нет. А что-то для вас значит этот праздник? Ничего абсолютно. Вы знаете, какой сегодня день? Сегодня День России. А знаете, с каким событием связан этот праздник? Честно, нет. Фактический опрос. Спрашиваем население, знают ли они, какой сегодня день? День Конституции России. А знаете, с каким событием связан? Нет, не знаю. Обычный День России же. А с каким событием связан? С День. С День. Извините. Я бы вам мог сказать, что мусульманские праздники, но День России. Конечно, День России. А знаете, с каким событием связано? Не знаю, не хочу. Это же День России. А с каким событием связано? Ну, это, по-моему, Конституция у нас. Сегодня? Да. День России с утра случайно узнал. А как вы узнали? По телевизору. А вы знаете, с каким событием связан этот день? Нет. К этому отношусь я, знаете, равнодушно, можно сказать, как по-простому. Почему? Чтобы все понятно. Ну, нет. Нет. Вот чувствую и все. А вот для вас этот праздник что-то значит, День России? Абсолютно нет. Ничего не чувствуете? Ничего не чувствуете. А почему, как вы думаете, с чем это связано? Раньше я чувствовал праздник, а сейчас нет. А раньше это когда? Раньше в советское время. В честь Дня России жители Ботриха в знак благодарности подарили военным врачам более 30 национальных пирогов в рамках акции «Испеки пирог и скажи спасибо». Также праздничную программу дополнили артисты фольклорно-хореографического ансамбля. Они исполнили национальный танец «Лезгинка». В настоящее время более 70 пациентов продолжают получать медицинскую помощь в полевых госпиталях Минобороны России. Развернуты они в Ботрихе и городе Буйнакске. Делегация врачей во главе с Денисом Проценко посетила уже несколько медорганизаций республики. В первую очередь опытные врачи побывали в инфекционной больнице. Это один из главных стационаров, который принял на себя основную нагрузку во время эпидемии, справляясь с возрастающим потоком больных с коронавирусом. На сегодняшний день в стационаре развернуто около 300 коек. В самый пик пандемии здесь были организованы и дополнительные места. Вылечено от ковид и выписано уже более тысячи пациентов. Процент вылеченных тяжелых больных в реанимации более 70%. Конечно, единственное, что бросается в глаза, отсутствие желания у самих пациентов находиться в положении на животе. Я бы, правда, призывал и родственников, и пациентов убеждать себя и близких в этом, потому что это одна из жизнеспасающих стратегий. Лекарственное обеспечение на должном уровне, антибиотики есть, есть антикоагулянтная терапия. Это два очень мощных фактора, которые влияют на выживаемость пациентов с ковидной инфекцией. Есть ли куда двигаться дальше, да, конечно, есть. Наверное, для этого мы здесь. Мы на субботу запланировали обучение с реаниматологами. Наш анестезиолог Александр Боярков будет провозить ультразвук, курс ультразвук при ковиде и в реанимации. Поэтому двигаемся вперед по плану. Новые правила. Как будут работать супермаркеты после пандемии? Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила для продуктовых магазинов. Ожидается, что они будут действовать до 1 января 2031 года. Продавцам запретят отпускать продукты, упавшие на пол, взвешивать на весах товары без упаковки и выливать напитки из использованных стаканов обратно в общую тару. Кроме того, в торговых палатках и киосках необходимо будет иметь раковины для мытья рук. В эпоху пандемии может показаться, что предприниматели озабочены только провалом продаж и поиском господдержки. Но жизнь показывает, что это не так. Ведь бизнес любого масштаба – это в первую очередь люди, а людям свойственно помогать друг другу. Так фруктовая база «Миарсос» совместно с благотворительным фондом «Инсам» развезла ящики с фруктами и овощами всем, кто в это непростое время не может себе позволить их купить. Подробнее в сюжете моих коллег. Сегодня нам посчастливилось принять участие в акции по раздаче продуктов в каждый дом. И компания «Миарсос» принимает в этом участие. И призываем остальных, кто имеет возможность, принять такое же участие. И по воле Всевышнего Аллаха мы надеемся, что в дальнейшем мы тоже будем эту акцию проводить. С самого начала режима самоизоляции небезразличные люди, бизнесмены, владельцы крупных компаний, начали оказывать посильную помощь людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Многие предприниматели предпочитают помогать через фонды «Инсан», который хорошо зарекомендовал себя, организуя десятки масштабно-боготворительных акций. Представители обдово-розничного склада «Миарсо» использовали возможности «Инсана». Ведь в списках составленных работниками фонда тысячи реально нуждающихся людей, которые ждут помощи. До начала пандемии коронавируса у нас было около 10 тысяч семей только по Махачкале. И с момента начала пандемии, конечно, число обращаемых людей в фонд возросло. Мы только за апрель месяц приняли 109 990 звонков подопечных людей. Система оказания помощи, она тоже у нас отличается. То есть для таких людей мы формируем список именно по тем программам, которые человек хочет оказать помощь. Один из таких меценатов – это торговый дом «Миарсо», который ежегодно с нами работает, принимает активное участие в нашей работе, в оказании помощи на летающимся семьям. У каждого подопечного своя история жизни, своя проблема, своя боль. Но всех объединяет одно – чувство благодарности и осознания того, что земляки с добрым сердцем помнят о них и не бросают в беде. Ведь о них никогда не забывают и помогают именно тогда, когда это бывает нужно больше всего. Как вы помогаете нам всем, да, Аллах вам тоже поможет, да, Аллах. Чтобы вы не забывали нас, что не забываете, я очень рада вам, огромное спасибо. Я рада, что есть такие люди, которые понимают, видят, слышат людей, которые… Хочу выразить свою благодарность предпринимателям и фонду «Инсан», которые помогли, помогают людям нуждающимся, тем более в такие месяцы, вот без работы, когда люди остались. Я очень благодарна этим людям. Для каждого подопечного фонда «Инсан» оптово-розничный склад «Миарсо» выделил по ящику ассорти фруктов цитрусовых, а также мешок картошки и лука. Благодарю предпринимателей, кто это создал, кто участвовал, кто принимал все это. И от души благодарю всех, да, Аллах Всевышний, чтобы у вас было побольше пароката. То, что вы так радуете людей таким, что помогаете – трудный момент. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». И на этом у нас все. Оставайтесь с нами. Всего вам хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова